Всем привет! Меня зовут Стас Гаврилов и в прошлом видео я рассказал вам о своей большой камере. А сегодня я расскажу вам про другой край спектра, про мою маленькую камеру. Я анализировал прошлый год и понял, что я начал намного меньше снимать для себя. Ту большую камеру не возьмешь особо с собой. Хочется снимать и хочется снимать на пленку. Я нашел решение. Это так называемые полукадровые камеры, которые делают на узкую пленку. Вместо одного горизонтального кадра они делают два вертикальных. Умещают, вот смотрите, в виде искатель. Если через него посмотреть, вы увидите кадр вертикальной ориентации, такой портрет. Соответственно, у вас на одну пленку получается не 36 кадров, а 72. Минимум 72. И что это позволяет вам делать? Получают все преимущества пленочные фотографии. Это цвета, это вайп, так сказать, атмосферу пленочную. И при этом платить за это в два раза меньше. С нашим рублем, который летит в никуда, полукадровые камеры – это единственный вариант для людей, которые хотят продолжать фотографировать на пленку и при этом не чувствовать себя банкротом. Это позволяет нам больше фотографировать. Например, рассказывать фотографиями какую-то историю. Например, делать не один кадр сцены, а несколько кадров. Два разных кадра одной и той же сцены. У нас получается диптих. Или можно делать даже 3-4 кадра в линию. Например, брать какой-то интерьер и фотографировать 4 раза. И потом все 4 фотографии выставлять как единую историю. Можно не останавливаться на 4-х. Можно делать 12 кадров, например. Разрешение не то, что на обычной камере. То есть оно в два раза меньше. Логично. Но при этом, к примеру, зерно пленочное, которое, например, мне очень нравится. Из-за того, что кадр становится меньше, оно вылезает больше. И зерна становится больше. На мой взгляд, это прикольно. То есть можно этим пользоваться как творческим приемом. То есть фотографировать на эту камеру. И потом печатать маленькую фотографию в огромном размере. И получать очень клевое зерно. Мне кажется, это интересный творческий прием. Я обязательно напечатаю свою какую-нибудь черно-белую фотографию с зерном хорошим. Знаю пару лабораторий в Питере, которые мне помогут это сделать. И расскажу вам об этом в предстоящих видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и задавайте ваши вопросы. Кроме этого, я планирую на эту камеру теперь начать тестировать разные пленки, которые до этого мне жаба душила бы пробовать. Например, Lomography Purple, который стоит 1500 рублей за 36 кадров. Ну, за 72 кадра, мне кажется, это уже более-менее приемлемо. Попробуем. Попробуем не только ее. Будем пробовать все пленки теперь. Теперь мы можем себе это позволить. Полукадровых камер много. Olympus Pen одна из них. Но именно Pen F это камера, которая полноценная зеркалка. То есть вы смотрите сюда, а смотрите через объектив. И в результате, когда нажимаете на спуск, получаете именно то, что видите через объектив. Большинство камер полукадровых, Canon, Demi, Ricoh, Konica, много разных производителей, которые делали полукадровые камеры, они делали просто окошко сбоку, через которое вы визируете. Фотография делается через объектив. То есть вы получаете не то, что вы на самом деле видели. Это раз. А во-вторых, настройка на фокус там тоже, скорее всего, была зонная. То есть там далеко, близко, средняя. И все. То есть настройка была такая условная. Мне так нравится смотреть через видоискатели этот. Кроме этого, в этой моей камере, это FT, это вторая камера второго поколения, здесь есть экспонометр встроенный. Вот его окошечко, через него он меряет освещенность сцены. Здесь спереди вы настраиваете выдержку. И в зависимости от выдержки, экспонометр с помощью специальной стрелочки в видоискателе подсказывает вам, какую диафрагму выставить. Здесь, соответственно, они тоже пронумерованы от 0 до 7 снизу. То есть, например, 0 это 1.4 на этом объективе и так далее. В этой системе полноценный набор объективов от 28 мм до 500. То есть, по большому счету, это супер универсальный полноценный инструмент фотографа. Она достаточно компактная. То есть, действительно, это вещь, которую можно брать все время с собой. Звук затвора жестковат. Все, кто рядом находится, слышат, как работает затвор. Минимальная выдержка здесь 1.500. И если вы используете эту камеру со вспышкой, в студии, например, то можете использовать как раз до 1.500 выдержку. Классная кнопочка. Место круглое, здесь квадратное. В нее можно вкрутить тросик. Первую пленку я забрал вчера. Убедился, что камера работает. На первую пленку у меня получилось 69 кадров. Но потому что пленка была из лаборатории. Там они ее наматывали. Скорее всего, немножечко обделили меня с кадрами. Буду следить, сколько получается. Обязательно смотрите дальше. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Здесь будет куча разных обзоров интересных. На пленке в том числе. В том числе на эту камеру. Будем печатать фотографии, как я уже сказал. И вообще про фотографии будем говорить. Разные не только о технике, но и всякие моральные. И не только аспекты фотографии будем обсуждать. С вами был Стас Гаврилов. Берегите себя. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.